Всем добрый вечер. Ну, наверное, сегодняшнее занятие невозможно начать без того, чтобы не упомянуть о том открытии, вести о котором была опубликована в конце недели. О том, что нашли древнюю надпись в районе горы Иваль. И сделано утверждение, что эта надпись самая древняя из тех, что попадали к нам в руки до сих пор. Потому что надпись датируют 13 веком до новой эры. Ну, если не будут внесены какие-то корректировки. Надпись эта была найдена в том слое, который еще покойный благословенной памяти Адам Зерталь рыл. И, как помнится, если я правильно помню, это где-то в самом начале 80-х, он опубликовал результат своих исследований и объявил о том, что жертвенник, который был найден, откопан, это жертвенник Иошуа Виннуна, по всем параметрам подходящий под образец того жертвенника, который описан в одноименной книге. Вот это сообщение Зертали вызвало бурную полемику. Кто-то поддерживал, кто-то опровергал. Вот это, конечно, всегда ангажированная полемика, потому что она упирается в непосредственно имеющее отношение к нашему курсу, поскольку задается вопрос о степени историчности того, что описывает Танах. Я не буду сейчас вникать в тот спор, а обращусь все-таки к этой надписи. Она достаточно короткая, но в то же самое время весьма, я бы сказал, эмоциональная. Она говорит буквально следующее. Я сначала прочту на иврите, а потом переведу. Это значит, как бы, нет, во-первых, сомнений, что это надпись еврейская. Не только потому, что она написана на иврите древним еврейским шрифтом, но и потому, что она упоминает в сокращенном виде имя еврейского бога. То четырехбуквенное имя, значит, здесь оно пишется тремя буквами, в Танахе иногда двумя, я. Кроме того, и полная форма четырехбуквенной, иот гей вав гей. Вот, и, соответственно, понятно, что речь идет о некой группе людей, об общине, которые исповедуют веру именно в этого бога. Значит, поскольку надпись была найдена в районе горы Иваль, то, разумеется, напрашивается немедленно сравнение с тем текстом, который мы читаем в книге Дворим. В книге Дворим, 27 главе, описывается некая церемония, в которой должны по приходе землю Израиля, это церемония, которая должна будет происходить, согласно книге Дворим, когда народ Израиля войдет в опитованную землю и окажется около гор Гризима и Иваль. И там, помимо того, что должен быть построен жертвенник на горе Иваль, там еще должна произойти церемония благословения и проклятия по отношению к тем, кто соблюдает или не соблюдает завет с богом Израиля. Есть целая серия проклятий, которые там приводятся, которые начинаются все тоже словом «арур», тем же самым словом, которое появляется и в этой надписи. И, в отличие от этой надписи, в этих проклятиях не упоминается наказание человеку, который нарушит заклятие. Заклятие, там нет слов мод тому, но эти слова нам хорошо известны из других мест Торы, они появляются неоднократно. И, с другой стороны, в надписи нет никакого конкретного указания по поводу чего проклинают. В проклятиях книги Дворим очень четко указывается, что вот проклят человек, который сделает то-то и то-то. Например, он сделает себе литого идола или тот, который, допустим, отодвигает межу соседскую, или человек, который обманывает слепца, или человек, который проклинает или недостаточно уважительно ведет себя по отношению к своим родителям и так далее. А в этой надписи этого нет. Но в то же самое время сходство, конечно, очень такое, как бы сказать, чарующее. И один из известных израильских библиистов, Гершон Галиль, объявил, что это землетрясение в области библейских исследований обнаружения этой надписи, которая полностью, целиком и полностью опровергает мнения минималистов, утверждающих, что библейские книги были написаны значительно позже, как минимум начиная с 8 века до новой эры, а может быть еще позже, в начале эпохи второго храма и так далее. К слову сказать, значит, надпись была обнаружена, естественно, не Гершоном Галилем, а археологом, группой археологов, которую возглавлял такой американский археолог Скотт Стриплинг. Значит, что я могу сказать, не являясь археологом, и поэтому от меня в этом смысле требуется очень большая осторожность, а являясь лишь библиистом, я могу сказать, что, конечно, это, на мой взгляд, сходство не случайно. То обстоятельство, что эта надпись очень напоминает текст книги Дворим и найдено в том самом месте, на которое книга Дворим указывает, свидетельствует, на мой взгляд, не столько о древности самого письменного текста, который приводится в книге Дворим, сколько о древности традиции, которую этот текст отражает. То есть существовали некие традиции, устные или письменные, неважно, в данном случае исходно, по всей видимости, устные, хотя трудно так сходу оценивать, которые своими корнями уходят действительно в начало заселения Израилем Хананской земли. А это как раз и есть конец XII, начало XII века, то есть то самое время, которым датируется эта надпись. Теперь меня спросили, можно ли видеть в этой надписи доказательство того, что, допустим, утверждение таких людей, как Исраэль Финкельштейн и надавный иман, археологи-историки, библеист, безосновательно касательно распространения грамотности среди Израиля. На мой взгляд, эта надпись не является таким свидетельством, потому что, во-первых, на основании одной единственной надписи невозможно делать какие-то однозначные выводы. Кроме того, следует задаться вопросом, кем была сделана эта надпись. Я полагаю, что эта надпись, скорее всего, была сделана в священческой среде, в когенской среде. Собственно, и книга Дворим описывает это, как весь этот процесс, в котором центральную роль играют левиты. В книге Дворим, кстати говоря, очень часто отождествляемые с когенами, со священниками, идут просто как некоторое единое сочетание. И такого рода узкая прослойка грамотных, интеллигентных людей существовала, вполне возможно, уже тогда. Это вопрос, кому мог быть адресован такого рода письменный текст, сколько человек мог бы его прочесть. Было ли это текст для какого-то внутреннего пользования, мы не знаем. Вот, поэтому я бы, честно говоря, угрозился бы здесь более осторожно, чем Гершон Галей. Не сказал бы, что это землетрясение в области еврейских исследований. Когда нашли кумранские тексты, большое количество кумранских текстов, и открылась целая страница в истории еврейского народа конца эпохи Второго Храма, да, это было землетрясение. Это действительно так, потому что это просто перевернуло все, что существовало до сих пор. Заставило пересмотреть, ну, как бы, большую часть тех предположений, которые делались по поводу того времени. Эта надпись, она, конечно, является, ну, я надеюсь, что никто, что в конечном счете эта надпись действительно будет, на сегодняшний день, по крайней мере, она признается однозначно как надпись аутентичная. Вот, она, конечно, является потрясающим открытием. Она действительно свидетельствует о поразительной древности традиций, которые нашли определенное отражение в Торе, значит, они не идентичны, но, несомненно, имеют какое-то генеалогическое сходство. И это действительно проливает очень серьезный свет на начало истории заселения древними израильтянами, евреями Хананской земли. Вот, и это, конечно, в этом смысле, как говорят на иврите, здесь шапо, археологами и тем, кто эту надпись расшифровывал. Вот, в общем, действительно очень важное, знаковое событие. Вот это в качестве такой преамбулы к нашему сегодняшнему разговору, который может являться, на самом деле, преамбулой к любому из наших разговоров разговоров в рамках этого курса. Я не знаю, кто-то хочет два слова сказать по поводу этой надписи, что-то, что он знает, хотел бы спросить. На самом деле, думаю, что я располагаю информацией не больше, чем кто-либо из других здесь сидящих. Добавлю только, что эта надпись, она сделана такой свинцовой, маленькой свинцовой пластинке, не на глиняной. Обычно мы находим глиняной, а здесь это действительно такая вот свинцовая пластинка. Кто-то хочет что-то сказать по поводу этой надписи, прежде чем мы перейдем к дальнейшему разговору? Народ надпись. Народ надпись. Ну, хорошо, если появится какое-то желание, то можно в любом случае, я вам рекомендую ознакомиться с тех, кто еще не ознакомился с сообщениями об обнаружении этой надписи и о ее публикации. Это, конечно, увлекательно и интересно. А мы тогда возвращаемся к царю Давиду. Я поставил тройной заголовок нашего сегодняшнего занятия. Посмотрим, успеем ли мы все три заголовка посмотреть. Но мы начнем действительно вот с того первого заголовка, который я как бы в некоторой, можно сказать, шуточной форме сформулировал. Отчасти даже и не шуточной. Учил ли царь Давид Тору? Значит, смотря кого спрашивать. Вот мы сейчас, сейчас я сделаю share screen и открою соответствующий файл, который я приготовил. Значит, мы посмотрим два текста, сравним их между собой, а потом я упомяну о том, что говорят на эту тему мудрецы Талмуда. Значит, это два параллельных рассказа. Один из книги Шмуэля, другой из книги Дебрея Мим о войнах Давида с филистимлянами, которые тот вел практически сразу после того, что был помазан царь. Так это описывается. А вот текст книги Шмуэля. Услышали филистимляне, что Давида помазали в цари над Израилем и начали военные действия против него. Давид, как сказано, ушел в место, называемое Мецуда. Значит, не очень, не до конца понятно, какое именно здесь место подразумевается. Вот, возможно, это, значит, как бы какое-то крепостное сооружение недалеко от, если не в пределах Иерусалима, то недалеко от него. Вот филистимляне собираются в месте, которое сейчас, как бы, находится, можно сказать, в пределах муниципальной черты Иерусалима, Эмик Рафаим. На что следует обратить внимание, что Давид, и это подчеркивается постоянно автором книги Шмуэля, в отличие от Шауля, скажем, перед тем, как выступать с какими-то нибудь военными инициативами или отвечать на военные инициативы врагов, всегда задает, обращается к Богу с вопросом, правильно ли он делает. Это, как бы, такая важная деталь автора книги Шмуэля. Давид соизмеряет все свои действия с божественным волей и заявлением. И вот здесь тоже он, как бы, видимо, это делает. То есть, не видимо, а это делает. Спрашивает, идти ли мне на филистимлян, отдашь ли ты их мои руки? На что Богом отвечает, да, я их отдам. И Давид приходит в некое место, которое называется здесь Баальпрацин, которое, видимо, отражает вот ту самую, возможно, ту самую синкретическую, ситуацию, когда Бог Израиля может называться как Адон, так и Бааль, ну и Йодгей-Вавгей, естественно. Хотя некоторые исследователи полагают, что это название Баальпрацин, оно действительно отражает какое-то исходное ханаанское название. Здесь оно объясняется. Давид перебил здесь филистимлян и сказал, Господь разбил моих врагов передо мной как поток воды. Кеферец-майн, парац, перец, это вот тот же самый корень, что и в названии Баальпрацин. Поэтому, утверждает наш рассказчик, это место так и было названо. Это такое идеологическое заявление, которое очень часто встречается в Танахе. Значит, задним числом объясняются те или иные географические названия в соответствии с событиями Танахом описываемыми, но нас интересует здесь последний стих. А последний стих такой. «Ваязву шам ит ацаби гем, ва исаэм давид ва анашаву». И оставили филистимляне там своих башков, значит, статуи изваяния своих богов. Иногда это называется в Танахе термином «ацабим». И Давид, и люди его унесли их. Что значит они их унесли? Взяли в качестве трофея. Это простое понимание того, что здесь написано. Но мы увидим сейчас, что это понимание совершенно неприемлемо было для автора, который писал в эпоху второго храма. Поскольку для автора, писавшего в эпоху второго храма, образ Давида не мог существовать отдельно от заповедей Торы. Я имею в виду, естественно, автора книги «Хроник» Деврея Мим, которого мы уже упоминали ни разу, ни два. И вот он рассказывает этот рассказ. Практически без изменений. Там мелкие стилистические отклонения. Но последний стих неожиданным образом меняется радикально. А именно так. Автор книги «Хроник» называет вещи своими именами, прямым образом своих богов. «И приказал Давид, и они были сожжены в огне». Это вот такое изменение, которое чем, собственно говоря, вызвано? Вызвано оно понятными соображениями. В книге «Дворим», которую мы уже сегодня упомянули, есть два места, в которых очень четко определяется, что должны делать израильтяне с найденными изваяниями своих врагов. Там, впрочем, подразумеваются хананские народы. Но, тем не менее, как бы смысл не оставляет никаких сомнений. Это два места. Одно находится в седьмой главе книги «Дворим», другое место, в двенадцатой главе книги «Дворим». И вот в седьмой главе говорится, вы должны так поступать с ними, разрушать их жертвенники, их статуи разбивать, и их ашер, то есть какие-то культовые предметы, возможно, культовые деревья, связанные с поклонением богини Ашере, Асирату, разрубите, и их идолов, то же самое повторяется и в книге, и в двенадцатой главе. Вот законы и уставы, которые вы должны соблюдать в земле, которую Господь Бог, отцов ваших, отдает вам в наследие. И дальше перечисляется, что надо сделать. Полностью уничтожить все те места, в которых эти народы служили своим богам, и вы наследуете у них на высоких горах, на холмах, под всяким свежим деревом, зеленым деревом, разбейте их жертвенники, разрушьте их статуя, и ашерот их сжигайте в огне. Интересно, что здесь изменен порядок чуть-чуть, все наоборот. А идолы богов, их разрубайте, и уничтожьте их имя из-под небесного, из этого места. Но как бы смысл понятен, и надо иметь в виду, что автор книги «Хроник», видимо, здесь руководствуется двумя соображениями. Одним явным, другим скрытым. И создает таким образом свою интерпретацию, можно сказать, такого своего рода мидраж, как поступил Давид. Значит, явное изображение простое, он его нисколько не скрывает. Постоянно в книге «Хроник», когда описывается Давид, который является абсолютно идеальным персонажем, без единого пятнышка на своей биографии, подчеркивается, что Давид постоянно соотносится с заповедями Торы. Все, что бы он ни делал, все делается в соответствии с Торой и Муше. Более того, автор книги «Хроник» прозрачно намекает, что Давид, по сути дела, является своего рода вторым Муше, как бы его некоторой более поздней репрезентации. Он играет примерно ту же роль, роль, которую мы еще будем позднее обсуждать, но пока что я просто укажу на одну деталь. Муше довел народа Израиля до границ земли обетованной, в которой их ввел его преемник Иошуа. Давид сделал все для того, чтобы был построен в Иерусалиме храм и приготовил для этого все необходимые элементы, создал, ну, тот, кто знает, есть в Иерусалиме в Старом городе такой музей, называется музей храма. Так вот они, создатели этого музея, они как бы приготовили все те необходимые аксессуары, которые должны будут функционировать в будущем храме. Они как бы сделали по одному или по одному варианту, по одной детали, которую потом можно размножить. Они все приготовили. Вот примерно то же самое в книге хроник делает Давид. Так что Шлуму, его сыну, остается только это все реализовать, построить храм и ввести в действие. А все приготовлено Давидом. Вот таким образом получается, что Давид это второй Муше, Шлуму это второй Иошуа. Вот это как бы явное, явный ход автора книги хроник. Значит, Давид, почему он требует, чтобы сожгли этих игрок? Потому что так говорит Тор. Но, судя по всему, здесь заключается еще некоторый скрытый ход, который действительно очень такого вот имеет характер очень мидрашистский. Дело в том, что слово вот это в книге Шмуэля Вайсаэм, которое действительно буквально обозначает нести, в некоторых контекстах этот корень может быть связан с огнем. Ну, например, есть такое слово, как Масуа. Масуа – это костер, факел, значит, есть слово Масет и другие слова, которые упоминаются в Танахе именно как вот столб огня. Вот поэтому не исключено на это обратил свое время внимание еще в конце 60-х, начале 70-х годов предыдущего столетия библеист Ицхак Зелегман, Ицхак Ариев Зелегман, который считал, что автор книги Хроник в каком-то смысле представляет собой такой вот древний протомедраж, и он как бы предложил такую вполне приемлемую гипотезу, что автор книги Хроник, ну, как тот, кому приходилось читать Рамбама Мурена Вухима, тот знает, что Рамбам начинает все с некого словаря библейских понятий в свою книгу, и там он все время подчеркивает, что слова могут быть многозначными, и вот можно понять так, можно понять иначе. Так вот, возможно, что автор книги Хроник, он тоже здесь как бы сформулировал то, что сделал Давид в Айсарфу Баэш и сказал их «сожгли огнем», основываясь, помимо прочего, не только на ультимативном требовании Торы, что так это должно быть, но и на некоторой небольшой двусмысленности с его точки зрения вот этого оборота, этого слова употребления «вайсаэм», которое буквально, казалось бы, значит, и взял их, и унес Давид и люди его, но можно при большом желании как бы протолкнуть здесь значение «изжег Давид их», вместе с людьми своими, вот, это то, что делает автор книги «Хроник». И здесь к слову я скажу, что мудрецы Талмуда впоследствии превращают Давида вообще в такого вот, ну, как сказать, своего современника, в то, что называется на иврите Талмид Хахам. Чем занимается, собственно говоря, Давид, описываемый в Медрашах в Талмуде? Он учит Тору, молится и учит Тору. Главным образом, по ночам у него даже висит такая специальная арфа, которая в определенный час ночной начинает вдруг сама по себе наигрывать. такой вот своеобразный будильник. Вот, и Давид встает ночью и начинает молиться и учить Тору. И, как бы, когда люди, его приближенные, приходят к нему и говорят, господин наш царь, народ требует хлеба, что-то надо делать, невозможно все время сидеть в Ешиве. На что Давид говорит, не хочу этим заниматься, мое дело сидеть в Ешиве и учить Тору. Тогда не говорят, ну, народ-то надо чем-то кормить. Он говорит, ну, хорошо, тогда отправьте их на войну, пусть там позабавятся, трофеи возьмут, а меня, пожалуйста, оставьте в покое. Я этим не занимаюсь. Значит, такой вот Давид совершенно не похожий на библейского Давида. И, более того, в трактате Шаббат, например, и в Медраше позднем Рут Раба рассказывается о том, что Давид, как, в общем, многие другие персонажи талмудического дискурса и, впрочем, вообще, как любой другой человек, вполне понятно, не хотел умирать. и проблема заключалась в том, что ангел смерти вообще, говоря, не мог к нему подступиться из-за того, что он все время учил Тору. А человек, который учит Тору, он защищает и себя, и других, а не зря их называют Баалей Тресин, значит, как бы люди со счетами. И поэтому ничего невозможно было сделать, а уже подошел тот день, когда Давид должен был вернуть свою душу Всевышнему. И тогда ангел смерти был вынужден пуститься на хитрость. Он, значит, устроил своего рода шум в саду. Давид находился в некой веранде учен Тору, и он услышал, что шум, и он решил посмотреть, что это за шум. Когда он спускался, то ступенька под ним подломилась, он упал, и все, и тогда он умел. А иначе умереть Давид никак не мог, а уча Тору. Вот такая любопытная эволюция. произошла с нашим героем, Давида, такого воителя, из такого воителя побеждающего филистимлян, превращается постепенно в человека, который, главным образом, занимается культовыми и учеными делами. Вот. это первая часть нашего сегодняшнего занятия. Если есть вопросы, то самое время их задать сейчас. очень маленькое замечание, есть митраж такой про параллель Моше и Давида. Тут другой, ну, то, что ты рассказывал, по этому параметру, что они, вот, он хотел зайти в землю израиля, ты не войдешь, но тогда я подготовлю там городаубежище, по-моему, если я правильно помню. то же самое с Давида. То есть параллельно она как бы напрашивается, да. Ну, видимо, напрашивается. Да, и мудрецы ее продолжили, это верно. Спасибо, Нахама. Еще какие-то вопросы, замечания? Ну, хорошо. Пока вопросов нет, тогда мы перейдем к следующему подзаголовку. Значит, почему Давид не построил храм, это непосредственно связано с такой кульминацией возвышения Давида в книге Шмуэля, именно с так называемым династическим пророчеством Натана. Значит, Натан – это пророк времен Давида, который появляется в целом ряде повествований, связанных с Давидом, иногда как человек всецело его поддерживающий, его и его будущим, его сына Шлума, иногда человек, который его сурово обличающий. Об обличении Натана еще будет речь впереди, но пока все безоблачно. Значит, царь Давид, царь Давид в седьмой главе на какой-то период времени отошел от военных дел. Враги его больше не докучали. Как сказано, ваегики аша ва мелех бэвейто ва адунай гениах лу мисавив миколю и ва это одно из тех мест, где отпечатки пальцев дифтеронам мистической дифтеронам мистического стиля просто бросаются в глаза. всякие легко заметят в этом выражении выражение, которое постоянно повторяется, начиная с книги второзакония, книги дворим. Это как бы свое рода идиома. Господь дал ему покой от всех врагов вокруг, больше они не нападают, и поэтому можно подумать о вечном. И сказал царь Натану, пророку, смотри, я сижу в доме из кедров, а ковчег бога находится в шатре, в шефбе тоха и рья. На самом деле, исходя из если бы не было продолжения, то мы могли бы понять двояко это заявление. Его можно понять двумя противоположными способами. Как выражение некоторого неудовлетворения, равно как выражение удовлетворения. Неудовлетворение, так как это было в конечном счете понято самим рассказчиком и дальше как бы стало стержнем рассказа. Вот состоящее в том, что как же вот я сижу среди такого великолепия в ворце из кедров, а ковчег божий всего-навсего в шатре. Хотя в принципе можно было по идее понять это и как выражение как как раз удовлетворение, что смотри как все устроилось замечательно. Я построил себе дворец как бы обещания, которое Бог дал мне выполнено и я перенес ковчег божий в Иерусалим. Он находится в правильном месте в шатре, ну как бы так, это было в свое время в пустыне при Моше тоже можно увидеть здесь своего рода такую аналогию между Давидом и Моше. Но дальнейшее повествование судя по всему поддерживает первую гипотезу. Натан говорит царю Давиду все, что ты хочешь сделай, ибо Господь с тобой. Впрочем, дальше происходит некоторое я сейчас не буду, иначе это уведет нас очень далеко. современные комментаторы этого текста занимаются помимо прочего его расчленением на разные элементы, указывают на определенную непоследовательность в нем. Мы этим сейчас заниматься не будем, но действительно бросается в глаза, что с одной стороны Натан говорит о том «Господь с тобой, и ты можешь делать все, что хочешь», и тут же приходит опровержение. Оно как бы создает определенную шероховатость в тексте. И в ту ночь было слово Господня к Натану «Иди и скажи рабу моему Давиду», так сказал Господь, «Ты ли построишь мне дом, в котором я буду жить?» «Килё яшавти бэвайт лэммйом гаалоти эт бне Исраэль мин Мицраэль вэад гаём мазэ бэйемид галэх бэогалю ву мишкан». Ибо я не жил в доме с тех пор, как вывел сыновей Израиля из Египта и до сегодняшнего дня, и вместе с ними путешествовал в Скинии, в шатре. вэйемид галэх бэогалю ву мишкан. Теперь надо сказать, что это заявление довольно такое, ну, как сказать, в чём-то полемически заострённое. Мы знаем о том, что на всём, в общем, Древнем Востоке, а, наверное, не только на Древнем Востоке, но просто сейчас мы как бы занимаемся этой куменой, это было некоторым центральным мифом. Царь, который избран Богом, прежде всего заботится о строительстве храма для этого Бога. И чем великолепнее этот храм, тем лучше. Будет это в Египте, будет это в Вавилоне или в Сирии, особенно месопотамские тексты много рассказывают о таких вещах, как бы своего рода такая связка. Царь, благословённый Богом, и царь, являющийся патронами его храма, и это всегда в хвалебном контексте. То есть ощущение такое, опять же, есть те, которые пытаются датировать этот текст после пленным временем и связывать это с полемикой касательно необходимости храма в ту эпоху, но я не буду сейчас в это вникать. Можно увидеть здесь действительно некоторую полемику с языческим взглядом на то, где должен пребывать Бог Израиля. Бог Израиля это Бог кочевника. И даже когда они поселяются уже стационарно, они на своей земле уже больше не кочуют, тем не менее сам Бог предпочитает оставаться в жилище кочевников, в шатре, и не хочет никакого постоянного дома. Можно при большом желании, хотя это отчасти может быть воспринято как притянуто за уши, сказать и так, что здесь есть определенная анти-антромбоморфическая тенденция. У язычников боги живут в дворцах как земные цари, а Бог Израиля в этом не нуждается. Ему не нужно такое вместилище. Опять же, в разных текстах Торы, скажем, по-разному интерпретируется вообще это понятие присутствия Бога где бы то ни было на земле. Скажем, книга те части Торы, которые представляют очевидно священническую, жреческую традицию, постоянно говорят о некой славе Бога, которая является в тот момент, когда происходит откровение, значит, она является часто окруженная дымом, дымом, нагнем, дымом. А книга Дворин, которая в большей степени связана с книгой Шмуэля, подчеркивает некоторую двойственность. В месте, в святилище избранным Богом находится только его имя, только лишь его имя, некоторая его презентация. Сам же он на небесах, это очень четко проговаривается в книге Дворин, Бог на небесах, имя его в том месте, которым он избрал, куда-то должен приходить три раза в году, чтобы приносить жертву. Так или иначе, Бог Израиля не требует для себя кедрового храма, настоящего здания. И продолжает этот текст и говорит «Бехол ашер идгалахти бехол бне Исраэль адавар дибарти это хад шифте Исраэль ашер цивит или рот и там и из Исраэль лимор лама лов не тем ливей таразим разве когда бы то ни было когда я ходил среди сыновей Израиля разве я хоть раз просил чтобы одной из хотя бы одной из колен Израиля чтобы мне построили дом из кедра значит дальше надо сказать что невозможно все-таки не соотнести с этим как бы это пророчество Натана действительно состоит из двух не совсем равных частей которые как бы так сильно связаны друг с другом что отделить друг друг от друга довольно нелегко но по крайней мере отметим что одна часть этого пророчества действительно касается вопроса связанного со строительством храма и другая часть этого пророчества связана с обещанием которое Бог дает Давиду о вечности его династии это как бы в этом состоит кульминация этого пророчества Бог говорит следующую вещь так скажи рабу моему Давиду так сказал Господь воинств я взял тебя из от пастушеских стад чтобы ты пас возглавлял народ мой Израиль я был с тобой где бы ты ни ходил и уничтожил всех врагов перед тобой здесь можно прочесть двояко есть спор между комментаторами можно понять так я сделал тебе имя великое прославил тебя какими великих в земле а есть те которые предлагают читать это как имперфект и понимать я еще сделаю тебя великим среди земли и я устрою место народу моему Израилю и посажу его как лазу и он будет обитать и не будет бояться и грешники негодные люди не будут мучить его как это было раньше опять же некоторые комментаторы современные пытаются увидеть здесь намек на галут и соответственно датируют по крайней мере часть этого пророчества пленным или даже постпленным временем вопрос спорный вот улемин гайом ашер цевитиха шовтим аль ами Исраэль вега нехотти лиха миколю веха вегид лиха адонай кивай и асе лиха адонай и с того дня когда я поставил судей над народом моим Израилем вероятно подразумеваются судей упоминаемые в Иге судей и я успокоил тебя от всех врагов и сказал тебе здесь неожиданно это меняется с первого лица на третье Господь что он сделает что Господь сделает тебе дом под домом здесь видимо здесь такая игра слов под домом здесь видимо подразумевается не дворец который Давид сам себе построил а дом как династия как семья царская династия которая не пресечется и действительно если я на секунду перескочу несколько стихов то я то мы увидим что он действительно ровно это и говорит в пятнадцатом и в шестнадцатом стихах он говорит в шестнадцатом стихе последним и будет прочным дом твой и царство твое навеки написано мы уже по-моему обсуждали этот момент что а может и не обсуждали ну в общем очевидно что здесь произошла проблема орфографическая значит как бы лишний каф да это детография значит должно быть лифанай да из-за того что два слова находящиеся другом одно кончается на букву каф другое начинается на букву каф в какой-то момент видимо этот каф был прибавлен и получилось нечто не совсем суразное это будет твой дом и твое царство вечным перед тобой судя по всему передо мной говорит бог твой трон будет прочным навеки да то есть вот дом который строит бог Давиду это его династия ей обещается вечность в отличие от династии Шауля которая была пресечена и которая была отвергнута и как мы уже в свое время обсуждали судя по всему как бы модель которая строит автор которую строит автор состоит в том что исходно царство неблагоприятно он соединяет разные традиции исходно царство неблагоприятно но уже если царство начинается то представитель северного царства не выдерживает проверки временем и отвергается в то время как представитель южного царства иудеи заключает вечный завет с богом это как бы та мифологема которая является центральной мифологемой иудеи а здесь происходит одновременно возвращение к вопросу о храме да я возвращаюсь к тем стихам через которые я перескочил киимлиу я меха вешахавта этого тэха вальки моти зар аха ахарэха ашири цэмми мэхава я хеноти от мамлахто и когда исполнятся дни твои и ты возляжешь вместе с предками своими то есть умрешь я установлю твое потомство после тебя который выйдет из своих чресел и упрочу его царство здесь не называется наследник по имени но судя по всему намекается на будущего царя шлумов он построит дом имени моему и я упрочу его трон его царства навеки произойдет даже своего рода произойдет церемония усыновления знакомая опять же нам по древневосточным в основном месопотамским текстам где царь воспринимается как сын бога есть даже формула усыновления так и здесь я буду ему отцом он будет не сыном если же он согрешит то я буду наказывать его жезлом людей и болезнями или казнями сынов человеческих но милость свою не заберу от него как я забрал от шауля которого я забрал милость перед тобой вот ситуация создается весьма противоречиво с одной стороны в рамках этого пророчества бог отвергает строительство храма с другой стороны на том же дыхании он говорит о том что храм будет построен он будет построен будет построен сыном Давида Давид сам не может построить а сын его построить такое ощущение что и здесь как и в вопросе о царстве есть некоторое так сказать как бы найден некоторый компромисс вопрос о царстве мы говорили о том что есть северные традиции которые видят земном царстве грех и замену божественного царя земной есть южные иудейские традиции которые видят царе сына божьего и всячески возносят и вот условно говоря автор редактор книг авторы редакторы книг дифтеронемистического корпуса они достигают компромисса изначально не следовало просить царя вы его попросили вы получили царь оказался плохим но в конечном счете царство не отвергнуто а избрана более подходящая династия которой нет конца так же точно получается и с храмом изначально не следовало строить храм бог этого не хочет идеалом является то что существовало во времена муша в пустыне но уж коли без этого никак нельзя без этого нельзя потому что есть факт строительства храма который был построен и наш автор как-то должен это объяснить вопреки вот этой традиции отвергающей строительство если уж храм построен да это некоторая уступка бога которая которая будет совершена во времена сына Давида Шлумо и то в конечном счете с царством Шлумо будут всякие неприятности как раз на культовой почве связано это или не связано со строительством храма об этом мы отдельно будем говорить но сейчас как бы подходя уже ближе к концу нашей сегодняшней встречи я все-таки задамся вот этим вопросом который я поставил а почему в глазах автора Давид действительно не мог построить храм если уж мы идем на некоторую уступку то почему нужно ждать аж до появления наследника конечно можно всегда отметить как бы тем что сказать существует существует некая традиция знания о том что храм был построен не во времена Давида а во времена Шлумо и поэтому это надо объяснить но мы сейчас увидим что есть два разных объяснения почему Давид не смог построить храм одно из которых находится одно из которых находится в книге Млахим а другое в книге царей а другое в книге хроник начну здесь вот я привел еще раз кусочек уже отдельно связанный со строительством храма в этом династическом пророчестве как некое единое целое которое действительно складывается как единое целое и стихи которые обещают Давиду вечную династию они в каком-то смысле вклиниваются вот в это пророчество о храме а где же мы находим объяснение объяснение мы находим в том самом тексте где рассказывается о строительстве храма во времена Шлумо Шлумо воцарившись получает некоторое приветствие от своего соседа от хирама финикийского царя царя Цора или Тира и посылает Шлумо ему в ответ следующее послание ты знал Давида отца моего знал о том что он не мог построить дом имени господу богу своему вот это явная такая тоже дефтерономистическая дефтерономистический отпечаток пальца вот это дом строится имени господу богу из-за воин которые его окружали пока господь не отдал всех врагов не поставил всех врагов под ноги Давида а теперь снова дефтерономистическая формула успокоил господь бог меня от врагов вокруг нет никого кто бы не мешал а сатан в смысле врага поэтому я сейчас собираюсь построить дом имени господа бога моего так как сказал господь Давиду отцу моему сказав сын твой который сядет вместо тебя на твоем престоле он построит дом моему имени что получается получается что Давид согласно этому нарративу не мог построить храм потому что боевал он был занят у него не было никаких реальных возможностей хотя это объяснение сразу же ставит нас перед вопросом в начале этого пророчества которое мы читали как рассказано что Давид перестал воевать по крайней мере временно мы увидим в следующий раз что от защитной войны Давид перешел к воинам наступательным согласно книге Малахим вроде как согласно книге Шмоле вроде как создала своего рода империю вот так что казалось бы он мог в тот момент когда кончились войны по защите страны Израиля от врагов заняться храмом так что есть некоторая здесь неувязка некоторая шероховатость в этом объяснении и поэтому автор Деврея Амин дает совсем другое объяснение которое видимо имеет опять же два обоснования обоснования первое значит говорится это 22 главе книги на первой части книги Деврея Амин и это же потом повторяется в 28 главе книги Деврея Амин говорится так сказал Давид Шломо сыну своему перед смертью я хотел построить дом имени Господа Бога моего и было слово Господа ко мне ты пролил много крови ты пролил много крови и вел много войн поэтому ты не построишь дом имени моему ибо много крови ты пролил на землю передо мной вот родится твой сын он будет человеком покоя здесь обыгрывается естественно имя Шломо мир значит это говорится напрямую его имя будет Шломо и я дам как бы мир и спокойствие дни его Израилю он и построит мне дом и это же повторяю идея повторяется в 28 главе книги Деврея Амин книги хроник где Давид обращается с подобной речью к собравшемуся Израилю с тем чтобы воцарить воцарить Шломо значит теперь что собственно говоря почему автор книги хроник проделывает этот это казалось бы небольшое но очень существенное изменение добавляет к войне пролитие крови во первых потому что таким образом он решает тот вопрос который мы поставили только что есть некоторая неувязка Давид не все время вел войны казалось бы он мог найти время для строительства храма теперь как бы таким образом автор книги хроник решает эту проблему и говорит дело вообще не во времени а дело просто в том что во время войны человек проливает кровь проливая кровь он делает некое деяние которое в чем-то противоположно храму храму как месту некоторому центру мира кровь делает человека нечистым казалось бы можно было бы очиститься после войны поскольку у Давида все время повторялось то как бы в конечном счете это постоянное касательство крови прикосновение крови поверженных врагов приводит Давида к тому что он не может построить храм ну а кроме того это второе на мой взгляд обоснование книги Деврия Мим состоит в том что в глазах автора Деврия Мим это объяснение что у Давида не было времени построить храм оно проблематично еще и с другой точки зрения как же так на все хватило время а на храм времени не хватило как такое может быть в глазах автора хроник это просто полный нонсенс потому что он рисует Давида как человека который всю свою энергию вкладывает в строительство будущего храма подготовку этого строительства он просто не может построить но он приготавливает все подобно тому как у Хазаль он вкладывает всю энергию в изучение Тора и ему не хватило времени этого просто не может быть и поэтому с болью автор книги хроник он бы и хотел наверное чтобы Давид построил храм равно как он наверное бы хотел чтобы Моше вел народ Израиля в землю обетованную но вот одна и та же судьба у Моше и Давида они как бы приводят народ к некой высшей точке их существования но сами по разного рода причинам не могут этой вершины достичь грех Моше описанный в Торе грех очень странный как бы вызвавший море разных интерпретаций которые не пришли к одному знаменателю и грех Давида если можно здесь говорить о грехе как бы некоторое видимо автор книги хроник считал что и в случае Моше нельзя говорить о грехе какой-то не грех а ну некоторое препятствие которое было создано в результате тех или иных действий которые Моше вынужден был производить так и Давид тоже а поэтому он и не построил храм с точки зрения автора книги хроник вот ну третий вопрос который был заявлен в рамках лекции мы уже отложим на следующий раз создал ли Давид империю как бы вопрос и литературно и исторически одновременно вот а сейчас ну самое время задать вопросы если таковые есть вопросы замечания короткие можно да мне кажется что пророчество Натана он тоже намекает на это он говорит что во времена Шломо Бог даст покой Израилю и тогда проблема заключается в том если мы еще раз посмотрим на минуту это пророчество что как я уже и говорил по поводу спокойствия в пророчестве Натана говорится как раз в отношении Давида не нет вот это место это да а дальше ну а дальше вот это место вот это место что условия что условия построения храма устойчивость страны спокойствие общее как раз мне не казалось что Давид что когда Шломо говорит с Хирамом он имеет ввиду что у него времени не было а именно что не было вот этого устойчивости государства не было спокойствия поэтому ну хорошо то что я сказал про время да это как бы ну тоже это можно повернуть в сторону устойчивости да то есть как бы все усилия были заняты отданы тому чтобы укрепить царство а значит как бы с точки зрения книги Млахин да значит он занимался он вел войны и как бы укреплял государство вот да но вообще не проходит с точки зрения Деврия Мим потому что он столько времени его было на подготовку почему же он не построил ну да у меня вот такое ощущение что невозможно строить храм когда нет устойчивости государства у меня такое ощущение что опять же опять же это все некоторая некоторая интерпретация потому что я опять же повторяю что в начале этого пророчества сказано что Господь успокоил Давида от всех врагов вокруг в данный момент все было устойчиво и спокойно хорошо еще вопросы если есть вопрос можно я слышно да слышно если вы можете напомнить что говорится в Торе о построении храма то есть там как бы предвидится то что это скиния на времене и что когда строится нет нет в Торе такого не говорится в Торе не говорится нигде такого говорится о строительстве скинии нигде не утверждается что скиния это временное другое дело что те стихи книги говорим где говорится что я изберу место среди одного из твоих колен ты будешь трижды в день трижды в год приходить чтобы являться перед лицом Всевышнего это можно при большом желании истолковать как намек на будущий стационарный храм напрямую этого не говорится Тора нигде не упоминает перспективу строительства стационарного стационарного храма есть еще одно напоминание если я правильно помню когда говорится о конструкции храма и так далее там по-моему где-то упоминается и всегда когда будешь делать делай вот так какие-то пропорции или какие-то все строим именно так имеется в виду что храм будет еще построен ну я не знаю опять же это как бы уже некоторые опять же возможные интерпретации этого места но вопрос упоминается ли где-либо в Торе требования построить стационарный храм заменив его им тускинию которая существует в пустыне этого мы не находим в Торе Натан ты тоже кажется хотел что-то спросить да некоторая общая вещь две вещи которые мне пришли в голову первое не знаю по ассоциации вот история с Пинхасом то есть история воинственных людей Пинхас совершил такое чудовищное действие правильно и как бы в Накраду ему был ну как я не успел посмотреть по-моему либо Брит Шалом а Бриту Лам по-моему Бриту Лам даже написано да то есть как бы его действия не трансформируются что это что-то такое кровожадное кровоубийственное и поэтому нет наоборот а Давиду именно ставится в это это первое а второе связано с первым все-таки ну мне кажется может быть как бы по наивности Давид в народном сознании это Таилин я не могу припомнить как бы полководца человека войны который бы писал схожие книги понимаешь то есть говорить что Давид только проливал ну как бы не то что но его образ который проливал кровь человек псалмопевец да ну как бы ну вот как бы так и так не знаю ну смотри значит опять-таки традиция о том что Давид псалмопевец когда она на самом деле возникает тоже любопытный интересный вопрос значит она судя по всему возникает в эпоху второго храма как раз автор книги Деврея Мим это тот кто всячески пестует эту традицию и вводит в свое повествование ряд псалмов которые существуют в книге псалмов тоже и как бы приписывает их если не самому Давиду то его левитам которых он назначает эти вот теперь как бы это некоторая традиция которая возникает постепенно вокруг образа Давида Давид псалмопевец певец она возможно отчасти немного базируется на нескольких стихах внутри книги Шмуэля в которых действительно упоминается песенный дар Давида это как в рассказе о том что Давид играет на арфе перед шаром так в одном стихе так сказать в своего рода таком приложении книги Шмуэля где тоже говорится о том что будучи вдохновляем духом Божьим Давид произносит некоторые слова но это постепенная традиция которая складывается вот зачем может быть что Давид я прошу прощения он был начальник редколлегии такая идея редколлегии но в каком-то смысле достаточно создать такую книгу послушай мы же как бы привыкли мы немного с этим были связаны правильно есть источник потом есть такая редакция всякая реакция потом корректура человек между сражениями пишет вообще такие тексты говорят о том что Давид писал псалмы посредством значит как бы посредством десяти разных авторов причем интересно что одним из этих авторов является Адам Ирешон первый человек он как бы главарь редколлегии с другой стороны в конце концов можно вспомнить Леавдель пример Франца Розенцвайга который в окопах находясь во время первой мировой войны сочинил одну из самых поэтических философских книг еврейской современной философии вот эта звезда избавления тот кто читал может не почувствовать что при том что это как бы такое очень непростое тяжелое философское оно написано очень поэтически так что в этом смысле как бы бывали какие-то прецеденты можно сказать или постденты вот а что первый вопрос я пока отвечал на второй первый вопрос Пинхаса который пример человека который да сделал это и тем не менее наоборот получается как бы праздник любопытно любопытно что вот для хохамим опять же это было проблемой есть мидраши которые которые скажем в Иерусалимском Талмуде есть такой мидраж который говорит что если бы земли защищаясь убил бы Пинхаса то его нельзя было бы судить потому что это Дин Родеф то что делает Пинхас он значит как бы он взял закон в свои руки напрашиваются может быть всякие аналогии но так или иначе значит как бы вот для мудрецов есть большая проблема с образом Пинхаса священника который вот так поступил и поэтому они говорят о том что опять же что Всевышний взял его под защиту поскольку он действительно о нем возревновал но вообще поведение Пинхаса совсем неоднозначно все зависит от того как оценивать окей ну хорошо я еще хотел сказать что в общем-то конечно вы правы что есть схожесть мысли с мошеней не прямая такая схожи то что есть определенная ступенчатость то есть каждый выполняет свое предназначение какое-то вот и в этом смысле Давид тоже выполняет какое-то свое предназначение он чем-то ограничен вот и эта ступенчатость она как бы здесь в данном случае она объясняется мне кажется тем что идея того кто может построить храм это должен быть человек совершенно чистый совершенно какой-то такой идеальный и неслучайно он еще подростком становится царем вот то есть поскольку речь идет о всевышнем значит это некий идеал и этот идеал должен был как бы быть привязан соответственно к такому человеку который ничем не опорочен я уже не говорил о лечении Давида там и грехе его и так далее кроме кровопролития опять же смотря кого спрашивать опять-таки ну дойдем до вопроса порочности Давида в следующий раз уже тогда значит как бы это упомянем окей спасибо большое Эмиль еще кто-то или мы завершаем сегодня завершаем окей окей спасибо всем большое за внимание всем счастливо большое спасибо надеемся на изменение ситуации к лучшему в Израиле в том числе спасибо пока пока спасибо спасибо Продолжение следует...